Сейчас переходим к третьему вопросу, самый актуальный вопрос, самый злободневный вопрос. Мы, представители гражданского общества, всегда думаем о том, что... Моя мечта, чтобы мы, Калмыкия, научились выбирать правильно, правильных людей. Сегодня у нас опять избирательная комиссия республики Калмыкия во главе с ее председателем Александром Декаловым, кстати, которого я приглашал на заседание данного футбола стола, он даже не перезвонил, ничего не сказал. Он опять творит чудеса, так скажем, в кавычках. Мы помним прошлогодние выборы у нас, как проходили муниципальные фильтры. Я лично от себя хочу сказать, что наши руководители, главы районных муниципальных образований, как в прошлом году, грубо говоря, рвали свое одно место для того, чтобы не допустить одного кандидата, выдавали, не перекрывали депутатов районного звена. И в итоге, что получилось? Что получилось? В Черноземельском районе глава поменялся, в Целинном районе глава поменялся, в Кубирульском районе глава поменялся, в Лаганском районе глава поменялся. То есть в тех пяти районах, в Яшкульском районе глава поменялся. То есть в тех пяти районах, где перекрыли всех кандидатов, те главы уже не работают. Те же самые депутаты районного звена, которые приезжали, посмотрите, на теноземельский район сейчас они все лапают не ничего у них нет все на кого-то возбудили уголовные дела какого-то убрали с должности то есть я хочу сказать ребята нет смысла вам стараться там что-то делать чтобы угодить действующие власти для того чтобы сделать чтобы команда батутин как в прошлом году в игре с прошла и у них сколько-то 80 процентов я никакого толку не будет для вас вы это поймите вы просто позоритесь вы позоритесь как как личности вы позоритесь как руководители вы позоритесь как калмыки меня меня с кичинеровского района парня живущий воспитывающий сенеровском районе не допустили в основном списке кичинеровский район по коммунистам почему не допустили придумали как какие-то основания данную и мы не участвуем в выборах участвует выбор обратите внимание у нас на выборах участвует лдпр когда такое было что в калмыки либеральная демократическая партия российской федерации было у нас парламенте сельском муниципальном образовании в районном муниципальном образовании никогда такого не было с приходом хасиков приходом этих вариантов ребят которые не разбираются не живут здесь не жили здесь получается у нас вышкварок получил место в бс вышкарок сидит я знаю его дети сидит просто качает деньги из лдпр получает что-то обналичивает обналичивает там за горюче смазочные материалы за баннеры платят большие деньги просто нет тупой обнал просто и сейчас вы хотите в кичинеры поставить двух-трех депутатов из либеральной демократической партии в других районах вы хотите поставить всегда были у нас парламентские фракции праведлива россия и коммунистическая партия российской федерации что вы творите ребята пришли молодые не понимаете ничего я еще раз говорю вспомните по премии 43 миллиона пришло разделили между собой большую часть глава большую часть глава там ну конечно это слухи да но я в них верю глава забрал себе по этому положению глава республики калмыкии мог мог поделиться премии с районными муниципальными чиновниками но он этого не сделал за то что вы ему сделали выборы в прошлом году 83 процента он этого не сделал посмотрите пример в аллоградской области просто в аллоградской области при пришло там 40 или 50 миллионов губернатор поделил на бабала для государственных служащих республиканского значения и для муниципальных служб то есть все по чесноку у нас здесь все наоборот мы еще готовим эфир по премии думал штан борис когда включился я хочу вам сказать дорогие наши главы районных муниципальных образований не надо рвать свое заднее место для того чтобы провести там список свой для чего это делаете вы не вечный вы это знаете то есть пройдет время для бату время уже я уверен недолго оставлю посмотрим что вы будете делать я как я к вам обращаюсь как мужчина да как залогу предприятия говорю об этом подумайте о себе стыдно это все стыдно мы знаем как вы бегали как вы наносились к нотариусам в прошлом году с этим муниципальным фильтром как ездили в этот анадыль да как стыдно я думаю что калмыки не должны до такого опускаться а у нас выборы вы начинаете все это делать пришел тем более под этим дикамом пришел дни там тоже земля шин мерзкий вроде вроде бы мужик а ведет себя как я мне 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 вот это стыдно мы теряем свою муж свою мужественность свою калмыльскую городскую мужественность только прогибаясь под под федеральный центр под одного человека понимаете эти методы они неправильны я считаю так еще мне стыдно не очень стыдно я раньше работал судебной системе я девять лет проработал помощником суде и мне стыдно то что наш верховный суд республики калмыкия во главе из петленко стал правовым судебным отделом администрации главы республики как прошло как сначала этих митингов да как прошло на автор викторище выдвигался по делу мы судились как начало этих митингов пошли так верховный суд всегда нас рубит 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 любит на сегодня рубит кандидатов на сегодня рубит кандидатов от политических попаданий получается так что и я обращаюсь на лайно его леонщик вам учrau это что верховный суд упşούли калмыки является правовым судебным отделом администрации головы республики не стыдно ли вам у нас же разделение властей на сегодня собрались здесь депутаты народного хурала, которые представители представительной власти, которые говорят о том, что законодатели о том, что мы за разделение власти. Почему Верховный суд прогибается под администрацию главы? Ну, мы знаем про все. Мы знаем, какие дела вы делаете. А представляете, если мы начнем это все публиковать про каждого, про все. Я обращаюсь к вам. Давайте по-честному работать. Самое главное, моя мечта, чтобы мы научились выбирать правильно, правильных людей. Я вот такое выступление, поскольку, почему я об этом, потому что в прошлом году на выборах главы республики, мы не участвовали, мы участвовали с нашей партией, с Компартией ВГС. Я вышел, я выходил из каждого участка, мне было так, да тошноты противны от того, что наши земляки так голосуют. Председатели комиссии ходят, делают вид, что такие умные. Включаешь камеру, ставишь, они начинают теряяться. С вами только так приходится разговаривать, представляете? А я считаю, что это позор. В 33-м я обращаюсь к вам, особенно главы районов муниципальных газов, особенно председателей УИКов, ТИКов. Делайте все по-честному. Старайтесь делать все по-честному. Думайте о себе, думайте о своих детях. И тогда только мы начнем правильно жить. Поскольку право выбора, я считаю, что право выбора, мы всегда выбираем, мы с рождения выбираемся, мы стоим перед выбором. Бог дал нам право выбора. То есть мы выбираемся, еду, одежду, спутника жизни, профессию. И когда нам государство дает право выбрать того руководителя, кто будет управлять нашим регионом, селом или районом, мы начинаем идти у кого-то на поводу. Мы не ходим на это. Несмотря на то, кто ты, независимо от того, что ты депутат, юрист, оператор, правозащитник, мы должны идти на выборы и голосовать по сердцу. Потому что это самый главный выбор в нашей жизни. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о Далунхойрхудл «72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельхын» «Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже» «Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта-калмыки Константина Эрендженова – это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий, традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Мендифт Эн Би». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.